Начав рисовать с детских лет, Валентин Александрович Серов до конца жизни не выпускал кисть из рук. Современники характеризовали его как человека медлительного и упрямого, способного бросить начатое, если оно не удовлетворяло его в том или ином отношении. Тем не менее, живописец оставил после себя богатое творческое наследие, в котором прослеживаются иногда весьма противоречивые художественные приемы от реализма до импрессионизма и модернизма. Серову удавались портреты. Он умел для каждой модели найти что-то особое в композиции или линии рисунка, чтобы подчеркнуть ее индивидуальность. Картина с изображением маленькой Веры написана во времена, когда художник гостил в имении Абрамцева, хозяином которого был ее отец, Савва Иванович Мамонтов. Живописец очень сдружился с 12-летней девочкой, непоседой и баловницей, и предложил ей позировать для картины. Она долго отказывалась, ссылаясь на то, что сидеть на одном месте невыносимо скучно, но в итоге все-таки сдалась. Этот портрет – русский импрессионизм с чистейшим его проявлением. Здесь соблюдены все кануны данного направления живописи, начиная с широких размашистых мазков, заканчивая светлой палитрой и сюжетом, отражающим длительное состояние человека и природы. Картина будто соткана из воздуха и света. Проникая сквозь окно, солнечные лучи заполняют собой комнату. Они падают бликами на спинку стула, скатерть, мягко скользят по фигуре девочки, ее лицу и рукам. Сложный колорит строится на рефлексах. Один фрагмент изображения проникает в другой, обогащает и дополняет его. Интерьер комнаты электричен. На стене висит блюдо, расписанное в технике гжель. За правым плечом девочки виднеется статуэтка мужчины в восточном головном уборе и пестром халате. Не менее динамично выстроена и композиция, основу которой составляет диагональный край стола. Благодаря ему холст кажется открытым во всех направлениях, а изображение всего лишь запечатленным мгновением. Одним из тысячи. Не столь явная диагональ тянется из окна, расположенного за спиной Веры. Стремительное движение уравновешивается фигурой девочки. Она вписана в четкий равнобедренный треугольник, основанием которого служит ее левая рука, лежащая на столе.